Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтение Слова Божия. Мы продолжаем с вами исследование книги Иова на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим 14 главу. И далее 5 стих. Если дни его определены и число месяцев его у тебя, если ты положил ему предел, которого он не перейдет, то уклонись от него, пусть он отдохнет, доколе не окончит, как наемник дня своего. Иов продолжает обращаться к Богу, все это слышат и его друзья. Мы помним, что Иов многострадальный, поражен проказою, сидит на куче навозной с черепицей, страшная болезнь, страшные страдания. И в этих страданиях он не забывает о Боге, он возносит ему молитву. И здесь Иов в этих словах 14 главы с 1 по 6 стих говорит о слабости и краткодневности человеческой жизни. Так он начинает. Человек, рожденный женою, краткодневен и присыщен печалями. То, о чем апсалмопевец Давид скажет нечто подобное, что теснота и печаль, жизнь человека и в притче Соломона. И мы видим, что Иов говорит о том, что человек как цветок выходит, опадает, убегает как тень и не останавливается. И вот интереснейшие слова в 4 стихе «Кто родится чистым от нечистого, не один». Эти слова указывают о том, что все люди подвержены и каждый несет в себе удобопреклонность ко греху. Об этом сказано и в послании апостола Павла к римлянам, 5 глава 12 стих. «Как одним человеком грех вошел в мир, так перешел во всех человеков». Ипсалмопевец Давид в 50-м псалме, известном нам, которую каждый нормальный православный христианин читает по утрам. «И во грехах роди мать моя». То есть мы знаем жизнь псалмопевца Давида, он был рожден в благочестивой семье. «В каком грехе, говорит псалмопевец Давид, что во грехе родила его мать моя?» «О том самом грехе, который мы наследуем от наших прародителей Адама и Евы». Так и Иов говорит, кто родится чистым от нечистого, не один. И далее, если дни ему определены, и число месяцев у него у тебя, если ты положил ему предел, которого он не перейдет. Господь, конечно же, не предопределяет жизнь человеку, но тем не менее Бог знает и своим промыслом ведает, сколько человеку прожить в этом мире, как сказано, а еще в силах 70 лет, а еще в силах 80. Бог знает каждому человеку предел его жизни. Некоторые люди так и спрашивают, а почему один человек, говорят, спал человек, уснул 17 лет, 14 лет и умер, другой до 100 и более человек живет, а это вроде бы здесь совершенно непонятно для людей, для неверующих людей. Но для верующих человека понятно, и здесь все достаточно просто. Бог забирает человека в свои вечные обители в самом лучшем состоянии для того, чтобы оправдать его на суде предварительном и на страшном суде, для того, чтобы сохранить его жизнь не только для этой жизни временной, но в большей мере для жизни будущего века. Потому что эта временная жизнь, как и говорит здесь Иов, краткодневен, рожденный женою, каждый человек краткодневен. В этом смысле Бог, зная о том, что будет с человеком, либо продлевает его жизнь для того, чтобы человек положил начало покаяния, а если забирает человека в раннем каком-то возрасте, как мы думаем, 50 лет, 51 год, человек умер. Мы думаем, почему самое лучшее состояние, которое было, чтобы его душа могла удвориться в вечные обители, либо самое такое уже состояние, когда все уже видит Господь своим промыслом, что дальше человеку жить на земле, в общем-то, не имеет смысла, в том смысле, что он может повредить другим или кого-то еще ввести в какой-либо соблазн, ну и навредить, в общем-то, своей душе. Поэтому Господь видит, что все, его жизнь уже определена. В этом смысле так и говорит Иов. Если дни ему определены, и число месяцев его у тебя, если ты положил ему предел, которого он не перейдет. Далее, седьмой стих. Для дерева есть надежда, что оно, если будет срублено, снова оживет, и отрасли от него выходить не перестанут, то есть давать свои побеги. Если и устарел в земле корень его, и пень его замер в пыли, но лишь почуяло воду, оно дает отпрыски и пускает ветви, как бы вновь посаженные. А человек умирает и распадается, отошел и где он, уходят воды из озера, и река иссякает и высыхает, так человек ляжет и не встанет, до скончания неба он не пробудется и не воспрянет от сна своего. «Ой, если бы ты в преисходне сокрыл меня и укрыл меня, пока пройдет гнев твой, положил мне срок, потом вспомнил обо мне. Когда умрет человек, то будет ли он опять жить? Во все дни определенного мне времени я ожидал бы, пока придет мне смена». В этих словах мы видим, что Иов сравнивает жизнь дерева, которое срублено, он говорит, оно дает побег на этой земле, а человек, если умрет, будет ли он жить? Действительно, если человек умрет, он уже на этой земле жить не будет. Это ответ, в общем-то, всем людям, которые верят в реинкарнацию, которые думают о том, что человек снова будет жить на этой земле. Иов говорит, нет, дерево, да, вот оно дает побег, оно сможет снова пустить какой-то корень, если срублено. Если же человек умер, то, в общем-то, плоть, как говорит Иов, его распадется, человек будет похоронен, да, в прах от Идиши, душа его будет проходить предварительный суд, мытарство. После уже будет определено Богом либо в предел рая, либо в пределы ада, а уже на страшном суде будет определена его конечная участь. Втором пришествии Христа, который мы с вами ожидаем, который исповедуем в символе верии, паки грядущего со славой, судите живыми и мертвыми, уже царство не будет конца. Там уже будет окончательное решение, с кем человек водворится, когда будет уничтожен грех, когда земля-то изгорит, и все эти события, они нам так или иначе известны. Но здесь Иов произносит еще интереснейший 13 стих, интереснейшие слова. Он говорит, если бы ты в преисподней сокрыл меня и укрывал меня, пока пройдет гнев твой, положи мне срок и потом вспомнил обо мне. Все люди Ветхого Завета шли в ад, и праведники, и грешники, но праведники находились на лоне Авраамовом. И об этом ярко описывает притча о богаче и Лазаре. И в этой притче интересно заметить, что имя богача, оно не упоминается. Лазарь известно, который вошел в вечные чертоги с Господом, а имя богача нет. Почему? Это говорит о том, что сказано в книге Священного Писания, что имена их изгладятся из книги жизни. Поэтому Иов здесь говорит о том, что если бы ты меня укрыл там, пока пройдет гнев, твой положил мне срок и потом вспомнил обо мне. Здесь и такой пророческий взор Иова и на смерть и воскресение Христа. Мы помним, что Христос умер в пятницу, а в субботу он вошел в ад. И вот он говорит, если бы ты меня сокрыл до этого времени, я бы там тебя, Господи, подождал на лоне Авраамовом, пока ты придешь. Мне бы там легче было, чем сейчас я страдаю от своих язвенных болезней. Действительно, здесь можно усмотреть, и многие экзегеты усматривают, и отцы церкви усматривают именно пророческий взгляд Иова на ожидание в субботу снишедших Христа в ад. Когда умрет человек, то будет ли он опять жить? Действительно, на этой земле человек жить уже не будет. Поэтому Иов и прежде приводит этот образ, как спиленный пенек, у него отросток есть, а человек уже на этой земле отростка никакого не даст. Но Иов здесь говорит дальше, что будут у него дети. Смотрите, во все дни определенного мне времени я ожидал, пока придет мне смена. Возвал бы, то есть смена, то есть дети. Если бы я мог жить снова на этой земле, то мог бы и ожидать, и видеть. Но он говорит, что это невозможно. Возвал бы ты, и я дал бы тебе ответ, и ты явил бы благоволение творения рук твоих. Ибо когда ты исчислял бы шаги мои и не подстерегал бы греха моего, в свитке было бы запечатано беззаконие мое, и ты закрыл бы вину мою. Но гора, падая, разрушается, и скала сходит с места своего, вода стирает камни, разлив ее, смывает земную пыль. Так и надежду человека ты уничтожаешь. Теснишь его до конца, и он уходит, изменяешь ему лицо и отсылаешь его. В чести ли дети его, он не знает, потому что не может снова возвратиться на эту землю. Унижены ли они, не замечают. Но плоть его на нем болит, и душа его в нем страдает. Вот такие слова. Что здесь имеется в виду, что гора впадает в разрушение, образы греха и немощи. Опять же, говорили великие в этих словах. Эту гору, цитата, мы должны понимать как дьявола или человеческую гордость, которая вздымается, подобно горе, перед Богом по причине невежества ума. Так что, поднявшись, эта гора обрушивается и рассыпается в пыль, и совершенно уничтожается. Думаю, что скалой названы те люди, которым надлежало пребывать в добром состоянии их природы, словно твердыми камнями, но которые по их воле поглупели и ожесточили сердцем. Так что, потеряв свое обиталище, которое, как им казалось, принадлежало им по заслугам, теперь должны быть отвергнуты в подходящие для них места. Воды же, которые всегда омывают находящиеся внизу, через которые иногда приходит погибель, воплощают враждебные силы бури и водоводорты мира. Эти воды, скажу я, своим непрестанным капанем размывают людей. Мы знаем пословицу, что капля и камень точит. То есть твердую веру человека. И вот эти вот бури и воды, которые здесь смотрит Григорий Великий, они говорят, расшатывают человека, призванного ко спасению, потому как человек сотворен по образу и подобию. А образ и подобия есть не что иное, как соединение человека с Богом, которое называется одним словом и которое является, в общем-то, всем смыслом жизни человека, это обожжение. Так и пишет. «Эти воды, скажу я, своим непрестанным капанем размывают людей, считающих себя очень сильными и постоянными, указывает на самонадеянность, уверенных в своей добродетельности, а потому и сравниваемых со скалами». «Думаю, что земная пыль — это люди, не выносящие опасности и испытаний, и тем самым предающие себя разрушению». И далее 20-22 стих. «Теснишь его до конца, и он уходит, изменяешь ему лицо и отсылаешь его, в чести ли дети он не знает, унижили ли он не замечает, но плоть его на нем болит, и душа его в нем страдает». Светлян Златоуст пишет по этому поводу цитата. «Ты видишь повсюду, он приводит как причину краткодневность человеческой жизни и невозможность обратиться назад и вернуться сюда. Допустим, — говорит он, — оставляя после себя сыновей, но он не замечает своих благ. Мало ли будет потомков, или много он не ведает. Что может быть прискорбнее, когда человек не знает своего преуспеяния, когда отходит один, сознавая собственные беды? И если что доброе должно случиться после его кончины, он не знает того и не узнает, но сознает только, что плоть его болит, и душа его в нем страдает». Вот такое истолкование на этот стих дают свидетели Иоанн Златоуст. То есть 14 глава книги Иова, она очень важна, она хотя и краткая, но важна по своему содержанию. Мы видим, что у Иова, а книга Иова, напомню, была написана за 1850 лет до Рождества Христова, это самая древняя книга Ветхого Завета, но у Иова уже есть четкие понятия и четкое понимание о жизни и воздаянии будущего века. Хотя апостол Павел в Новом Завете скажет об этом, что мы видим то, что будет с нами как бы сквозь тусклое стекло гадательно, и действительно мы знаем, нет догмата, именно догматического определения, что с человеком будет по окончанию этого века, кого будет в Царстве Небесном, но есть определение, есть учение отцов, определение восточных патриархов, но вот такого догмата нет. Но у Иова уже тогда, человек любящего Бога, он устремляет свой взгляд намного дальше, чем его друзья, и говорит во всех своих словах уже о том, каково будет воздаяние человеку, какова будет его участь, разбивает всю теорию, разрушает эту теорию о реинкарнации, о том, что человек может снова и снова возвращаться на эту землю, и говорит о том, что жизнь человека, она кратковременна, как бы предупреждая нас, чтобы мы не были самодовольны и самонадеянны, и помнили о том, что, как об этом уже будет сказано и было сказано в книге Притч, что и в книге Экклезиаста, делай дела свои, если мы с вами вспомним, мы ее рассматривали, делай дела свои, человек, но помни, что за каждое дело Бог приведет тебя к ответу, Бог приведет тебя к суду. Вот, если действительно, сейчас найти, посмотреть, и слова. Итак, книга Экклезиаста, так и сказано, да. Выслушаем слова, выслушаем сущность всего, бойся Бога, заповедью соблюдай, потому что в этом все для человека, ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо оно или худо. Как говорил об этом премудрство в другом месте, суета-сует, ты можешь гулять, жить, но помни, выслушай сущность всего, бойся Бога, ибо всякое дело приведет Бог на суд, тайное, хорошо оно или худо.